Василий Юрьевич, Вы идете на новый срок губернаторский. Какие-то, наверное, у Вас есть проекты, я не говорю, что вот назовите, какой же проект будет новый. Я понимаю, что будет продолжение хорошо зарекомендовавших себя каких-то больших глобальных проектов, но вот что-то, какие-то будут изменения, но даже, может быть, какие-то кадровые решения в правительстве? Есть один проект. Сказать, что новый не могу, но то, что на него придется очень основательно обратить внимание, по итогам подсчета голосов, все, кто будет работать рядом, будут знать одно условие, которое будет непременным в будущие периоды. Работать нужно только на результат. Не умеешь, не обеспечиваешь результат, не обещай. Умеешь, называй срок и делай это качественно. И это будет принципиально в оценке каждого руководителя на любом уровне. И в этом смысле кадровые изменения практически неизбежны. Неизбежны. Кадровые решения неизбежны. Коллеги, пожалуйста, Ваши вопросы. Александр Степанов, Комсомольская правда. Василий Юрьевич, вот пять лет назад Вы стали губернатором по назначению. Ну, как, были по представлению президента, Вас одобрили депутаты Законсобрания. Сейчас еще нельзя, пока не будет окончательный подсчет голосов, говорить о том, что Вы стали губернатором во второй раз. Но, тем не менее, ощущения какие-то другие, вот, будучи назначенным и избранным? Ощущение еще большей ответственности. Потому что, когда тебя избирают, обязательно придет срок, когда тебя спросят, мы же за тебя голосовали, а значит, за это придется отвечать. И все, кто избран, должны понимать. Есть требования со стороны президента страны, правительства Российской Федерации по хозяйственным вопросам. А есть такая моральная составляющая, когда люди, проголосовавшие за тебя, ждут от тебя новых результатов, понятных действий, прежде всего в интересах тех, кто живет в Ростовской области. Поэтому ответственность тех, кто окажется в команде, должна быть другая. И те просчеты, пробелы, которые были в этот период времени, они оцениваются, должны, несколько по-иному. У нас этого не хватает, очевидно, совершенно. Так что, вот это ощущение присутствует. У меня вот такой вопрос. Все-таки вот эта предвыборная кампания, дала ли она вам некие, ну не знаю, открытия? С самого начала, помню практически, если не каждый день, то каждую неделю точно, я увидел, что муниципалитеты по-прежнему далеки от людей. Когда приезжаешь, ну, снова же пример, последний пример Таганрога. Когда я ходил по улицам, и 50-70 человек в нескольких местах, их три таких места были, помимо общения с молодежью, я увидел, что люди не понимают, чем занимается местная власть. Они просто, они могут что-то знать в газетах, в журналах, но они точно не внутри этой темы. Я прекрасно понимаю, не на все вопросы можно ответить, но, может быть, даже и не все проблемы решить. Но общаться с людьми очень важно. И когда пять лет назад я вводил, вводил или предложил, а, собственно говоря, это состоялось, проводить отчеты глав муниципальных образований раз в полугодие, районов раз в год, то я-то надеялся, что главы, которые, ну, очевидно, правильно понимают эту задачу, из этого получат только позитивный результат. Они станут на одном уровне с людьми, для которых они работают. По-прежнему отчитываются перед активами, отчитываются перед определенным количеством людей, а люди, которые просто живут, их или не видят, или не слышат. Я это проходил, я просто знаю, что это очень тяжелая работа. Это просто очень тяжелая работа. Но когда ты приходишь к людям регулярно и разговариваешь с ними, они злым языком с тобой не говорят. Они с тобой говорят практически как партнеры, они дают тебе совет. И более того, они готовы услышать проблемы, трудности, которые не позволяющие решить ту или иную проблему. А, к сожалению, вот такого далеко не везде есть. И вот эта тема будет развиваться. Я буду более жестко этим заниматься. У нас, извините, поле не пахано здесь. У нас так много нужно здесь менять. Это зависит и от ответственности, это зависит... А потом, а кто из тех, кто избирается в депутата, туда затянут арканов? Да никто. Все туда идут добровольно. Но если ты идешь добровольно, ты же громко говоришь, иду служить людям. Слушай, ну и служи. Ну только точно понимаешь, что человек когда-то с тебя спросит. Один вариант, когда тебя спрашивают один человек, а другой вариант, когда толпа выходит на митинг. И люди абсолютно правы, что с ними их удалили на такое расстояние, что они не могут достучаться в эти кабинеты. Это очень тяжелое. Мне можно сейчас сказать, что что ты об этом говоришь, через пять лет то же самое будет. Не знаю, будет ли то же самое, но то, что по этому поводу ситуация будет меняться, я просто ставлю перед собой такую задачу. А иначе лучше найти другую работу. Можно и капусту выращивать, и будет неплохо получаться. Пожалуйста, Анна Дунина, Дон-24. Васильевич, кандидаты от других партий тоже набрали голоса. А если представители этих партий представлены региональным правительством? И если нет, то почему? В региональном правительстве будут представлены только профессионалы. Я не исключаю, что кандидаты от других партий там могут быть. Мне задавал Емельянов этот вопрос, Михаил Васильевич, я сказал, Михаил Васильевич, меня такая постановка просто устраивает, но все-таки впереди профессионализм. Как только человек начинает работать, он часто забывает, от какой партии он представлен, потому что у него работа есть. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, Александр. Какими будут ваши первые шаги, ну скажем так, когда уже будут окончательно известные результаты, именно на посту губернатора? Спасибо. Оперативное совещание завтра. Еще вопросы не вижу, кто, ну давайте Андрей, Андрей. Вместе вы будете говорить хором Павел, Андрей, пожалуйста. Крупнов Павел, руководитель общественной организации Донское братство молодых предпринимателей. Я хочу вернуться к вопросу о кадровых решениях. Васильевич, скажите, насколько вы видите возможность работы на управленческих и ключевых должностях именно молодых людей? Ну скажем, в возрасте до 30-35 лет максимум. Я всегда перед собой такую вот задачку поставил, я о ней громко никогда не говорил, но мне нужны в команде 25-летние, 35-летние, 45-летние. Вот если выстроить эту схему, то пройдет некоторое время, будет хорошая преемственность на будущее. Таким образом, мы не будем заново обучать. Я не просто вижу, я считаю это важным элементом в моей работе. Молодые ребята способны сегодня работать и, по крайней мере, они сегодня по-иному мыслят. У них нет аппаратной закостенелости. Они способны быстрее реагировать на изменения ситуации. Ну и я вспоминаю себя примерно в таком возрасте. Мне казалось, что именно это мне когда-то помогало очень быстро входить в определенную ситуацию, а чуть позже я понял, что тема инициативы должна быть вообще приоритетной. Только молодые люди, как правило, инициативные. Я в очередной раз в этом убедился. Последний раз в Таганроге на Ростове, 2015. Да, собственно говоря, везде со студентами общались несколько раз. Молодые люди должны быть рядом. И это я буду делать. Разве вопросы? Батрименко Андрей, общественная аппарата Ростовского. Возвращаясь к теме 25-летних людей, вот я как раз их представляю, скажите, о чем вы мечтали в 25 лет? А, 25? А, 25, да. 25-25. Я мечтал тогда, мне кажется, о квартире. Но, наверное, у нас где же мечты сейчас у большинства? Да, я тогда мечтал о квартире. Но, учитывая, что у меня как раз в 25 родился второй ребенок, я уже начал додумываться и об их будущем. Ну и, вот могу точно совершенно сказать, что мой график, интенсивность моей работы в 25 была равна тому, что есть сейчас. Совершенно очевидно. Единственное, что, если я тогда имел чуть больше свободного времени, то для некоторых своих увлечений, на тот период, конечно, я это время находил. За последние пять лет некоторые увлечения, я рассказываю, что я увлекаюсь этим, но то, что я этим занимаюсь, практически точно нет. Пять лет я ни разу не катался на горных лыжах, например. Вот. Ну, вот так уж получилось. Говорят, в определенном возрасте на горных лыжах нужно переставать кататься и начинать на беговых. Ну, я с этим могу поспорить. В любом случае, некоторые увлечения, они проходят через всю жизнь, и во все времена интересны. Я мечтал просто о карьере, если хотите. Нормальная лень, нормальный здоровый карьеризм всегда воспринимается. Я когда говорю ребятам, что понятие карьеры, как и понятие бюрократов. Есть бюрократы, о которых я сегодня мечтаю. Это человек, умеющий делать точно свое дело, на своем месте, проявлять инициативу, но качественно, в срок. Отсюда, наверное, и черта характера, которая со временем появилась. 25 у меня такой не было. Годам к 40 я стал перфекционистом. Коллеги, спасибо вам большое за то, что в течение 12 часов вы были с нами. Спасибо, Василий Юрьевич, и успехов вам в очередной пятилетке. Успехов нам в очередной пятилетке. Успехов нам всем. Спасибо всем. До свидания. Спасибо.